Четыре дня до боя. Как проходит? Отлично. Чувствуем себя хорошо. Команда собирается. Но в Тюмени гоняем последние 4 килограмма. Все здорово, все отлично. По какой системе в этот раз тонкий вес? По той же, как предыдущий раз. Гоняем водой. Начали с 6 литров. Два раза по 6,4 литра. Друзья, хотели бы представить вам нового члена нашей команды из Азербайджана Ибрагима. Всех приветствую. Меня зовут Ибрагим. Расскажи, пожалуйста, какую часть подготовки ты взял на себя? Что именно? Какую функцию внесешь? Финальная часть подготовки. Последние 3 недели готовились вместе у нас. В Азербайджане Убакуо, в Рензагрейте, в Академии. Все прошло удачно. Все сделали вовремя. Спарринге, физподготовка. Сейчас финальная часть. Висогонка. И самое главное, правильно восстановиться. Будем готовы. Все идет по плану. Друзья, всеми любимый старший брат Хаял, Роял Джаниев. Салам алейкум, что? Ну, Роял, расскажи, как в этот раз проходить подготовку и какую же конечную подводку бою ты помогаешь? Сначала подготовку Хаял начинал в Челябовске. Две недели где-то там. У меня вообще есть. Потом я с Азербайджаном. Получается, что за 6 дней он летел в горе Тюмен. И здесь все вместе помогаем ему. С нами на связи Шарик Шариков. Снова ты с нами? Расскажи, пожалуйста, как в этот раз проходит процесс подготовки? Все отлично от подготовки. Проходили уже. До боя осталось 4 дня. Мы готовы уже. Весь сделал. Весь уже ждем ДМ-боя. Да, друзья, у нас Шарик Шариков тоже выступает на следующий день после Хаяла. Поэтому давайте ему тоже пожелаем удачи. А расскажи, как твоя помощь в этой подготовке Хаяла была какая-то во время Челябинских сборов или как? Ну, Хаял приезжал там месяц-полтора до боя. Потренировались, готовились. Я должен был так-то на прошлый турнир драться. А так как соперник травмировался, перенесли бой на следующий турнир. А так до этого Хаял мне помогал в подготовке. А ты ему тоже помогал? Да, вот, можно сказать, так себе помогал. Шарик очень скромный, но боец, как вы видите, он всегда помогает, всегда рядом. Спортсмен укутывается, потеет. Через такой тяжелый путь проходим. Кто не знает, расскажем, покажем, что не все это легко нам дается. Но еще отмечу тот момент, что без команды не получится и не получилось. Поэтому хорошо, что есть команда и есть братья рядом. Роял, Джани. Расскажите, три дня осталось до боя, сегодняшний план тренировки и как вообще правильно? Сегодняшний план тренировки, минут 20 бэк, на лапах три раунда. И осталось три дня, надо весить, делать пару килограммов. Хаял, расскажи про сегодняшний день. Чувствуем себя прекрасно. Вот, нас все рядом. Все больше и больше нас становится уже в отеле, не помечаемся. Вот, сегодня, со своими тренерами, с Роял, с Горогимом. Проведем легкую тренировку. Остались последние три килограмма. Два дня до боя. Какой сегодня план действий на тренировку? Сегодня конкретная весогонка. Последние два килограмма начали. Все идет по плану. Очень хорошо себя чувствует, Паял. Я думаю, последние два часа мы сделаем вес. И завтра утром будем готовы. Сколько осталось? Два килограмма. 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 Роял, осталось два дня до боя, что может сказать в целом о самочувствии бойца? Самочувство отличное, идет все по плану, дай бог победа будет за нами. А смотри Роял, Бородейна с Хаялом ты еще готовил Шарифа, Шарифова к своему поединку, как вообще будете распределяться, то есть ты нужен и здесь, и там, как будет? Шариф завтра улетает в Казань, у нас команда большая, получается Шариф есть с кем полететь туда, после боя я тоже полечу, после боя Хаялом. То есть ты будешь и с Хаялом в бой и с Харифом? Отлично. Хаял, что можешь сказать по поводу сегодняшнего дня, самочувствие, вес? Осталось совсем немного дозвешивания, сегодня уже вечер-ночь, мы сделали вес, подогнали с запасом в 300 грамм. Все отлично, чувствуем себя хорошо, завтра с утра стоим на весе, восстанавливаемся, мы идем показывать послезавтра яркий, красивый, зрелищный бой. Жду вашей поддержки, только вперед. Отлично, Хаял, всех интересует, опять же, и организаторов в том числе, я думаю, насколько в этот раз будет яркая поддержка именно с твоей стороны, потому что именно когда проходит твой бой, зал просто взрывается. Будет ли это так в этот раз? Сто процентов, там где я, там моя поддержка, там мои болельщики, там мои близкие, там мои братья. Так же и в Тюмени, так что вы все это увидите своими глазами на арене центральной, 28 числа, после моего яркого боя. Все это видно будет, как и все предыдущие разы. Отлично. До встречи. Кого ожидаем в этот раз? Какие страны? Всех, всех. Все города, все страны. Если я сейчас кого-то назову, кого-то не назову, кто-то обидится, всех не вспомнит, так как гоняю вес, немного голова другим занята. Как всегда, со всех уголков России и мира приедут, соберутся. Да, друзья, хотелось бы напомнить, что все билеты распроданы. Ну, это тоже. Александр, приветствуем тебя. Ты также часто появляешься в кадрах «Джанифтим». Со своей необыкновенной внешностью не можешь привлечь внимание. Расскажи, пожалуйста, немного о себе, о своей роли в команде «Джанифтим». «Джанифтим» я давно знаю. Это мои друзья. Роял Хаял приезжаю, помогаю, то есть участвую в весогонках. Так что, что еще стоит. То есть всегда нужна поддержка спортсмену. То есть предоставляю, помогаю, то есть участие принимаю. Ну, приезжаю к друзьям. Часто, практически на всех, участвую, принимаю участие на всех боях. У Хаяла и вообще в команде «Джанифтим». Ну, а так в целом, готовы, заряжены. Как всегда, весы тоже очень уверены. «Джанифтим» 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 «Д — Латурал, давай рассказывай. Снова ты с нами, что можешь бы сказать, как обстановка, как доехал… Откуда ты, как ты здесь появился? Всем слава молекуна, приветствую. Как всегда, в этот раз в городе Тюмень приехали поддержать брата. Проехал я в этот раз где-то 800 километров. Проехал со своим братом. Что я могу сказать? Как всегда, полный газ. Амам Гузуму. Вечернее застолье за день до взвешивания проходит примерно так. 69,450. Хаял Чанин. 76. Друзья, ну в этом противостоянии Хаял Чанин, безусловно, звезда. Один из лучших хикбоксеров нашей страны. Титулованный спортсмен. Но завтра его ждет бой по правилам смешанных единоборств. Роял, ну что можешь сказать по поводу того, как прошло все, какое состояние бойца на данный момент? Завтра нам уже идти в бой. Что Хаял чувствует? Как самочувствует? Хаял чувствует себя отлично. Вот этот раз он отлично сделал вес. Легко. Даже за день он уже весит был. Отлично. Роял, такой вопрос. Подскажи, пожалуйста, как ты думаешь, и вообще входило ли в ваш план использовать локти с коленями? Коронный прием Хаяла. Увидим ли мы локти завтра? Возможно, увидим. Завтра все видно будет. Ну и такой вопрос довольно-таки провоцирующий. Подскажи, какой, по твоему мнению, результат боя будет, исход боя? Хаял, если все правильно сделать, иншалла, победа будет за нами. Я так думаю. План есть на бой. Досрочное ли решение? Ну, там видно будет завтра. Самая главная победа для нас. Отлично. Будет очень зрелищный бой. Что можешь сказать зрителям нашего влога на ютубе? Проходите, поддержите Хаяла. Будет очень зрелищный бой. Орхан, ну что, в очередной раз подходит к концу тренировочной лаги, концовка, подводка к бою. Что можешь сказать, как все прошло на этот раз, в отличие от предыдущего боя? Начну с того, что самое тяжелое уже позади. Это нужно было сделать вес. Там для Хаяла весит, чувствует себя хорошо. Подготовку он проходил в Азербайджане, в Грэнзе Грэйс. Я думаю, эта подготовка пошла ему на плод и с каждым разом он прибавляет к борьбе. Ну, в этот раз наш блог будет немного короче, чем предыдущий. Но в целом для зрителей, что бы хотелось сказать тебе? Для зрителей я бы хотел поблагодарить, в первую очередь, зрителей, всех друзей, товарищей, команду. Джаниев, тим, которая всегда рядом. У Джаниева хорошая, большая команда. Близкие люди всегда рядом, поддерживают с разных, скажем так, стран, городов. Леха, Леха, Леха. И, Миша Аллах, нас порадует своей победой. И все вместе будем двигаться дальше. Друзья, спасибо, что были с нами. Вот и все мучения со сгонкой веса закончились. Осталось доделать наше дело, начатое. Так что увидимся завтра в клетке на арене в Центральном Тюмени. Редактор субтитров А.Семкин